Привет, друзья! Проходил я как-то мимо магазина с конфетами. Увидел вот такие вот прикольные маршмеллоу. И подумал, почему бы не сделать из них каркас... Ну, они такие романтично так выглядят, по-моему. У них такой цвет прикольный. Они уже подсохли немножко, правда. Но я их кушать не собирался, поэтому неплохо, что они подсохли. Я подумал, почему бы не сделать такой веселый каркас на 14 февраля. Вообще не любитель я делать каркасы, но может кому-то пригодится. У меня тут есть такая вот коробочка сердца. Я с ее помощью вырежу форму. Ну, вы, в принципе, можете нарисовать сердце любой формы, которая вам нравится. Может быть, более вытянутая, да. Можно сделать большое сердце под букет. Ну, конечно, вознилось с этим очень много будет. Предупреждаю сразу, потому что вот это вот обклеивать, все. Ну, такое себе удовольствие. Может, если помедитировать захочется. Но в рабочее время, конечно, тратить на это ресурсы, на трудовые. Я, конечно, вот сомневаюсь по поводу целесообразности, да, вот этого предприятия. Так, обводим сердце. Вырезаем его ножом. Можно ножом чуть-чуть. Ну, ножом, по-моему, оно все-таки поудобнее будет. Так. так рисуем внутреннюю часть так чтобы у нас контур оставался ну где-то сантиметра полтора наверное это так не обязательно делать это супер ровно все все равно это все дело будет заклеиваться у нас главное чтобы форма у вас осталась такая читаемая что это все-таки сердце но и когда обклеивать тоже будете не забывать про форму до чтобы у вас не было такого что из-за большой массы маршмеллоу потеряется вот это вот считаемость формы так у нас получилось вот такое сердце стоять я беру проволоку сечение проволоки 1 и 2 и делаю ножки каркаса ножку а 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 и а а а это У нас получается каркас на длинной ноге, ногу мы тоже можем обрезать, вариантов множество на самом деле, смотря что вы хотите сделать. Это просто как такая затравочка, можно попробовать сделать и маленький букетик, обрезать короткую ногу, и маленький букетик сделать здесь из небольших каких-то цветов, может быть отдельных цветов кустовой хризантемы, кустовой розы, зелень добавить. Главное, чтобы у нас декоративную часть, будущую декоративную часть каркаса не закрывал материал. Либо можно сделать длинный букет из нескольких цветов, у меня будет такой вот букетик комплимент из одной кустовой розы, такой вот шикарный, пионовидный, и из двух звездик. Проволоки соединяем друг с другом между собой, обматываем их тейп-лентой, тейпируем. Обматываем их тейп-лентой. Обматываете фетром сердце. Опять же, не нужно стараться делать это супер изысканно, супер аккуратно, потому что все это будет у нас закрываться. Закрываться маршмеллоу. Я вообще, на самом деле, люблю какие-то вот такие вот штуки, ну, каркасы с использованием продуктов. Можно сделать, на самом деле, планировал я еще показать каркас из... Этот самый, как бы, из попкорна. Вот, можно сделать каркас немного в другой технике, ну, не немного, да, абсолютно в другой технике. Из сыпучек каких-то таких продуктов. Это может быть... Крупа любая. Или это может быть... Бобы, фасоль, там, я не знаю, всякие вот такие вот вещи. Кофейные зерна тоже прикольно. Особенно какие-то такие мужские комплименты, да. На 14 февраля не только девушкам дарят комплименты цветочные. Ну, такой вариант, на мой взгляд, он не слишком коммерческий, на самом деле. Мне кажется, он больше подойдет вот для тех людей, кто хочет сам сделать какой-то такой вот милый комплимент для близкого человека, да. Кто решил купить вот одну кустовую розочку и две гвоздички, и сделать такой вот небольшой комплимент. Я думаю, это что и флористы тоже согласятся. Не каждый захочет заморачиваться с этим. Вот, у себя, по крайней мере, я вряд ли буду рекламировать такую работу, потому что на это действительно уходит много времени. Ну, вот и все. Вот такая у нас получается основа, да. И дальше мы обклеиваем эту основу маршмеллоу и с помощью горячего клея, с помощью пистолета. Вот. Здесь мы с Татьяной уже поупражнялись. Она мне капала клей на маршмеллоу и подавала, да, а я быстренько их приклеиваю. Значит, вот такая вот у нас форма. Немножко я сейчас с вами здесь закончу ее, да, доклею маршмеллоу. И поставим сюда цветочки, оформим симпатичный комплимент с вами вместе. Вот. У нас будет два таких, получается, уже каркасика, которые мы задорого продадим. Прикольно, кстати, горят эти химозные штуки. Вот она вот так вот начинает гореть, плавится. И цвет у нее, конечно, уже не такой симпатичный. Пахнет этим. С жженым сахаром. С жженым сахаром. Гороче, странная штука. Лучший каркас. Кто переживал за то, что я Татьяну выгнал, за то, что она шуршала. Вот она сидит, ничего вроде не сильно расстроена. Поплакала, переживала, и все, и пришла на карту. Каждый раз уходить собирается. Ну, давайте, вы хотели жаловаться, начинайте. Ну, что ты, разве не могу на тебя пожелаться. Добрее тебя нет человека. Понятно. Добрейшей души человек. Ладно, сегодня премию получите. А, извините, в каких-то размерах премии... Думаете продолжать? При всех обещал. Забираю свои слова назад. Забираю, конечно, свои слова обратно. А так вот и обманывают. Уже 100 рублей, и не деньги, посмотрите. Работаешь, здесь работаешь. За копейки. Чего выгоняют с работы. В подсобку. Чего и времени не дают. Бессовестно. Угу. Смотрите, вторым слоем, да, мы закрываем вот эти вот пробелы, которые получаются. Вот, прикрываем дополнительно. Ну, и у нас получается такой рыхленький объемчик прикольный. Ну, как-то вы не так подавать стали. А премии-то нет. Чего ж я теперь правильно подавать выбор. Ну, в принципе, все, хотя нет. Ну, давайте еще парочку. Ну, все-все. Горсочек не варим. Так. Вот. Не так уж и много ушло, да? Или много ушло? Нет. Немного. Немного ушло. Вот, ну, понятное дело, что это не для, ну, непродовольственный продукт, да? Это не для того, чтобы потом употребляйте пищу. Нужно это говорить людям. Вот. Ну, вы, конечно, можете в перчаточках делать, если там для себя. Вот, ну, такое себе. Просто такая декоративная штука. Сейчас замотаю я зеленым тейпом. Так. Так, ну что, у нас сюда пойдет, как я уже сказал, такая вот роза, чикарная. Ставлю цветы здесь достаточно плотно и глубоко, таким образом, чтобы наша работа с вами не была напрасной. Если вы делаете какой-то декоративный элемент, не нужно его закрывать потом растительным материалом, чтобы ваша техника была оправданной. Это относится к любому каркасу, да, часто бывает так, что на каркас тратят очень много времени, а потом в пылу творчества начинает этот каркас закрывать, закрывать прям очень сильно. И он теряет свой декоративный функционал. Давайте я вам расскажу сразу, как пользоваться ножом. Как-то хотел я это сделать, вот, ну и почему бы не сейчас. Подрезая ножом, да, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности. Не нужно, пожалуйста, никаких жертв, не нужно резать себе руки, вены, не нужно травмировать себя. Значит, не режете вы ножом вот таким образом на себя, да, на живот, вы не режете ножом вот таким образом на вены, да. Не нужно ни в коем случае так делать. Если вы будете участвовать в конкурсе, если вы порежете себе руки, в первую очередь с вас снимут баллы, они прибегут жалеть вас. Конечно, наверное, помощь окажут, но первое место у вас вряд ли будет. Ну, призовое, наверное, в том числе, потому как это такая основа основ. Режете вы стебли вот таким образом, да, вы соблюдаете дистанцию такую безопасную. Держите палец так, чтобы он на него облокачивался стебель, да, и держите нож. И вместе с ножом вы двигаете пальцем всей рукой. То есть вы не ножом двигаете на палец, да, не нужно резать, опять же, вот этот ваш большой палец, он вам еще пригодится. Вы двигаете полностью рукой. Вот таким образом, да, у вас получается косой срез. Палец вы статично держите и двигаете вместе с ножом. Вот, я думаю, всем понятно. Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, так как здесь всего три цветка получается, да, и собран он очень плотно, этот букет, назовем его так. Можно собирать его не по спирали, да, можно использовать параллельную технику сборки в любом случае, да, вот вы можете задекорировать стебли так, чтобы они вместе были соединены, да, и в параллельной технике сборки допускается двойная связка, да, или широкая связка. В спиральной технике, конечно, должна быть только одна связка в букете, и она должна быть тонкая. Вот, я оставлю здесь такие свободные стебли, я вот, например, вижу в них какую-то такую вот красоту в чистых стеблях. И не буду ее декорировать дополнительно, я только сделаю ленту, бант, возможно. Так, я возьму вот такую вот нежно-голубую ленту и белую органзу. И, наверное, я сделаю бантик, потому что, в принципе, он здесь будет уместным. Это такой шкодный комплимент, да, он, ну, такой несерьезный, да, и почему бы не сделать тут романтичный такой смешной бант. Закрываем декоративной лентой полностью на техническую связку, чтобы ее не было видно. Закрываем декоративную ленту. Все, вот такой вот у нас веселенький комплимент с наступающими вас праздниками, друзья. Закрываем декоративную ленту.